Так, давайте без спойлеров, без спойлеров. Это что, в Дубае такой магазин, куда все русские агрессивные ходят? Просто я как знаю, он в Дубае живет и каким-то образом, блять, нашел русский магазин с русскими людьми. Еще и с русскими полицейскими. Это вообще жесть. Давно не было видео, Кайс виноват. На это были причины. Спасибо, что не забыли. Впредь буду стараться радовать вас чаще. Если вы живете в РФ и хотите поддержать канал, чтобы видео выходили чаще, просто смотрите это видео через VPN. Приносим извинения за картинку в начале видео. Оператор старалась вести видеофиксацию максимально скрытно. Подскажите, выпечка вкусна у вас? Да. Вкусна. Пойдем утро пить. Свежее. Бля, у вас там открыли Макдональдс, в кавычках. Вкусно и точка. Пиздец. Ну, в плане типа названия, конечно... Я даже не знаю, но... По-моему, хуйня полная. Еще самое забавное, недавно увидел в видосе, где типа... Логотип и надпись «Вкусная точка». Потом эти логотипы падают, сбивают буквы и остается вкус очка. Ну, это типа ха-ха смешно, но как бы вопрос к тому, что... Ну, название, ну, блядь, вообще неподходящее. То есть, если раньше ты мог идти с другом гулять и, например, сказать ему Бля, братан, пошли в Мак пожрем. То сейчас как это будет звучать? Бля, братан, пошли пожрем во вкусные точка. Пошли пожрем вкус очка. Пожри, пошлем... Точка. Пожри, пошлем... Блядь, как? В точку, что ли? В какую? В пятую или как? Ну, название пиздец. Ну, неужели нельзя было как-то по-другому сделать? Ну, блядь, в мире сколько слов существует? Вариации и так далее. Ну, можно же было придумать что-то другое получше, более, скажем так, в сокращенном виде одним словом, например, назвать, да? Это первое. Второй логотип. Его ж спиздили. Его просто реально срисовали там с других логотипов, которые, ну, очень похожи на то, что сейчас. То есть, даже если вы решили что-то спиздить, ну, тогда могли бы спиздить что-то лучше. Можно же было что-то получше сделать, правильно? Украсть. Типа, в мире существует столько логотипов, но если вы решили воровать, так воруйте нормальное что-то. Зачем воровать, при этом воровать говно? Непонятно. Я вот говорю, если я сейчас дам чату минут пять-десять, они здесь придумают название намного лучше, чем то, что есть сейчас. Вот давайте, придумайте название для Макдональдса в России. Нет. Росгосфуд. О, Господи. Я насрал. О, Господи. Росмак. 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 Но Мак, это тоже, соответственно, принадлежит Макдональдсу. То есть, ну, вот это слово. Мак. Разведет нельзя будет. Росбургер. Смокота. Ээээ. Росбург. Росбург. Ну, бля. Макрос. Максон. Привет, Хесс. Впервые подписалась на стримера. Очень рада, что могу смотреть запись стримов. Срак Макак. Удачного стрима. Бля, ребят, я попросил нормальное название. Дон Мак. Да можно без Мак, блядь. Нельзя Мак использовать в слове. Росдональд. И Дональд тоже нельзя. Мой бургер. Нет, мой, блядь. Росфуд. Не, Росфуд звучит как название для какой-то столовой. Но явно не для заведения, где продают бургеры. Москов бургер. Бля, чел, ну. Ну, в любом случае. Даже то, что здесь мне в чате предлагают, куда лучше, чем то, что в итоге есть. Реально. Вкусочка. Реально. Да, похуй, короче, блядь. Хотя, наверное, нет. Поздно уже. Не буду пробовать. Сейчас, все понюхаю. Есть, не буду, чтобы не толстеть. Это оплатить? За такой товар нет желания платить, конечно. Зачем же, я же на диете. На ночь я буду наедаться такой выпечкой. Нет, ну вы бы оплатили, потом скрывали бы. Молодой человек. Да я сначала попробую. Вы будете оплатить товар, молодой человек? Говорю, такой товар желания нет платить. Потому что зачем? На ночь булочками не даться. А зачем вы его открывали? Вы его вскрыли? Сейчас я еще попробую. Что вы попробовали? А что вы хотите попробовать? Еще другие булочки. Эти не понравились. Сейчас я покушаю, да и пойду. Домой. Домой. Да зачем? Вот эта булочка хоть вкусная. Вы ее только что взяли. А, я такую же взял? Ну, может, эта лучше будет? Не понял сейчас. Вряд ли. Да. За такой товар нет желания платить, конечно. Ну, как хотите. Нажми на кнопочку. Сейчас приеду, оплатите. Ну, вот это тоже какое-то пирожное не очень, мне кажется. Оно мягкое, не песочное. Вы сейчас сломали, молодой человек. Ну, что делаете? Оплатите, пожалуйста, товар. Бля, покажите лица продавщицы. Я сказал, такого желания нет оплатить. Ну, кленовый пикант хоть хороший. Я так понимаю, они взяли новую тактику. Раньше они открыто снимали все. А теперь, походу, они снимают скрытно. А почему? Ну, смотрите, кстати, продавцы реально по-другому себя ведут, когда камеру не видят. Они становятся более смелыми. Прям, блядь, да. Слушай, что нехорошее тоже оплатите. Что хорошее тоже. Не, я за такой товар не привык платить. Иди домой, парень. Ты чё вы это... А вот и местный парашник, любитель тухляка. Блогер старался делать вид, что он просто ест в магазине. И он не понимает, о чём говорит парашник. Клоу, клоу. Клоу? Клоу? Сейчас полицию будешь вызывать. Я вызывать полицию? Я покушаю, да пойду. Я честно не понимаю этих людей, которые зачем-то встревают и начинают свои права качать. Типа, вот это правильно! Зачем ты это делаешь, блядь? Я понял, если бы ты ещё был владельцем этого магазина, там, я не знаю. Или получал бы процент с продаж. Ну, ты чё ты лезешь-то, я не понимаю. Ну, пришёл, купил парашу, иди домой, хавай. Вот, блядь, надо ему зачем-то вот поспорить. Тем более в том, скажем так, в тех случаях, где, ну, изначально он не прав. Чувак, там тухляк, а ты зачем-то ещё споришь? Защищаешь тухляк? Зачем? Для чего? Чтобы что? Или он думает, что ему после этого скидку сделают? Как раз прислушаюсь к твоему совету. Ты не защищаешь покупателя. Хорошо, хорошо. На кого ты работаешь? Ты там какие-то... Ты себя в зеркале увидел сейчас, говоришь? Я тебя увидел в интернете, смотрел, как ты клоуна. Так, так. Иди отсюда, это наш нормальный магазин. Наш нормальный магазин. Ты здесь часто кушаешь, да? Постоянно, я здесь... А знаешь, по твоим выражениям, и по своим словам, видно, что ты здесь часто кушаешь. В магазине? Да, конечно, в этом магазине, конечно. Что ты вот решил какие-то подходы устраивать? Ну, если ты на них ведешься, да... Иди отсюда, иди, ты уже это неинтересно смотришь. Выпей водочку, посмотри Соловьева и успокойся. Что ты решил, что ты? Можешь покушать вот булочки такие в этом магазине? Ну, вполне возможно. Так думаешь? Да. А ты клоун. Тебя угостить булочками? Ты клоун. Хорошо, хорошо, мне очень важно твое мнение. Вот это он у вас корабляет. Клоуном назвал, бля. Стоящий клоун. Все, иди, гуляй. Ты че? Да ты че? Ты у меня натынул, бля. Ну, а нахуй! Сам его тыкал, блядь, клоуном называл. А теперь в морду дает за то, что он тыкает в него. Пиздец. Я вообще в шоке. Ну, это вот типичное быдло. Когда аргументы заканчиваются, и ты не можешь нормально словами что-то сказать. В ход идут кулаки и агрессия, соответственно. Хорошо, хорошо, мне очень важно твое мнение. Самый настоящий клоун. Все, иди, гуляй. Ты че у меня натынул, бля. Че у меня на... Не попал, рука прошла в паре сантиметров от головы. Само собой, отвечать в данной ситуации неуместно. Так как в случае чего блогера еще и привлекут. Блогеров у нас не любят. Ты че творишь? Ты че мне наты называешь? Ты че творишь? Блядь, сам тыкает и еще говорит, почему его наты называют. Где, блядь, логика в данной ситуации? Купил алкоголь, иди домой, блядь. Кстати говоря, вот касаемо того, что типа там в России много пьют. Честно, в Америке не меньше. По крайней мере, я живу на Брайтоне. Здесь русские пьют, мне даже кажется, больше, блядь, чем в России. И я каждый раз, когда хожу в продуктовый магазин, я хожу в продуктовый, примерно, где-то в 10 вечера. И каждый день, почти каждый день, в одно и то же время, я вижу в магазине мужика, который приходит в магазин и покупает банок, наверное, 8 сидр. Яблочный сидр. Ну, закупается им. Вот. И счастливый идет домой. На следующий день он приходит опять. И опять покупает эти 8 банок. То есть он за один вечер выпивает 8 банок, на следующий день приходит, опять закупается, и так каждый день. Не так давно я увидел то, что он купил 5 банок этого напитка. Вы поняли, какой. И еще в бонус взял такой бочонок пива, короче говоря. Я думал, ну, может быть, здесь он хотя бы пару дней не будет приходить. Нихуя. На следующий день опять пришел. На следующий день пиво он уже не стал брать. Видимо, не зашло. Но это пиздец. Как можно так пить много? Мне хуёво становится, если я просто на банку посмотрю какую-то банку пива. Мне уже... А, блядь! Мой желудок, моя печень, мои почки. А чел каждый день пьет. Я реально, я смотрю на таких людей, я им, блядь, завидую. Я завидую. Я тоже так хочу. Бухать и при этом еще потом ходить по магазину, а не ползать. Пиздец. А я, блядь, просто понюхаю алкоголь и мне уже херово становится. Ой, блядь. Может, он с друзьями. Да какими там друзьями, ага. Он всегда один приходит в магазин. Иди отсюда! Он алкаш, вон у него бутылки пивом. Давай еще на меня найди. Ну, подойди. Позор! 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 Че ты, ну не уходи, да? Ля, ля, сука. Тильт ловил, тильт, тильт. Бля, он так нажрется, наверное, дома после такого. Чтоб забыть этот реальный позор, он нажрется в халамину, я думаю. Давай полицию вызовем, подожди. Я здесь такой смелый. Давай. Все, проиграл, проиграл. Секунд, что ли? Дождись в полицию. Все. Давай, ну, дождись в полицию. Он, что-то пытается, но каждый раз ему приходится разворачиваться. Потом он опять пытается... Опять обратно. Ну, не убегай только. Балабол. Парашниками таких называют обычно. Вот балабол-то. Опа. Что делать-то? Я напишу заявление за бей-бей-бей, а тарабей-баня, ты меня отрабей, Аню. Оплачивайте товар. Спасибо за 200 рублей. За такой товар не желаем платить. Оплачивайте. Зачем мы его открыли? Понюхал, попробовал. Пусть идет с Богом. Все, я оплачу. Нет, за меня не надо платить. Давай, пусть ему очередь не создает. Походу шарит, шарит за Альт. За этого чувака. Понимает, в какой они сейчас ситуации, или в какой ситуации могут оказаться. И такая типа, блядь, я сейчас все разрулю. Возьми любые деньги, но пожалуйста, уходи. Давай. Не, за меня не надо платить, зачем? Все, мужчина, идите кушайте, с вам здоровья. Да я уже оплатил... Действительно, просроченный кофе блогер уже оплачивал ранее на соседней кассе. Фактично же этот товар. Зачем вы не оплатили? Зачем вы это делаете? Все. Я дальше поеду покушаю, хорошо? Потому что администратор так выгоднее. Конечно, им выгоднее оплатить и списать тухляк, чем платить потом большой штраф. Ладно, я покушаю и пойду. Что выгоднее? Вам не стыдно, молодые люди? Нет, это вам должно быть стыдно. Можно вас кушать? Скажите. Хуя татуха, видали? Стыдно, молодые люди? Нет, это вам должно быть стыдно. Забивная какая-то. Уф. Лясу, цветочек. Ля, блядь. Скажите. Видимо, можно. Ну, видимо, администратор сегодня платит за всех. Скажите, можно вас кушать или нет? Слушайте, идите уже. Нет, можно или нет, просто скажите и все. Нет. Скорпячие, спасибо тебе за переподписку уже целый год. Витасиав, спасибо. Пиосе, спасибо. Медца, спасибо. Пепель на губах. Пепел на губах, господи, блядь. Спасибо за новую подписку. Гревчик, Вович, Азяку, Азиока. Хватит, хватит дурака валять. На самом деле, это больные какие-то. Товароведы. Купачки, блядь. Пошла съемка! Фиксация, точнее. Все это товароведы, они выходят и тут работают. А шо все товароведы-то за товаром-то все не следят? Ну, потому что всех таких больных, как вы, очень много. Больные, а какой вы мне диагноз поставите, скажите, пожалуйста? Психически больной. А куда мне поставить? Диагноз психически больной. Ну? Я вам посоветую на свежем воздухе погулять. На свежем воздухе? А вы гуляете часто на свежем воздухе? Все, свободно, ребят. Да мы свободны, естественно. Ну вот, проходите. Просто если можно, я вас... Бля, мне на самом деле интересно, вот такие люди в подобных ситуациях всегда зачем-то хватаются за телефон и начинают что-то усердно, блядь, типа кому-то печатать. Но что на самом деле происходит в их телефоне в этот момент? Кому они на самом деле, блядь, пишут? Что они там кликают? Куда они смотрят? Есть ощущение, что они делают вид, как будто бы они очень заняты. Как будто бы они пишут какому-то очень опасному человеку, который сейчас приедет и все охуенно разрулит. И они такие, типа, серьезно лицо делают, так серьезно смотрят в телефон, типа, блядь, я печатаю, нахуй, блядь. Это мои братки, они сейчас приедут. А по итогу ничего не происходит. Мне кажется, они просто, знаете, в настройках ковыряются, делая вид, что, типа, пишут какому-то серьезному, а на самом деле просто, типа, вот так вот влево и вправо скроллят иконки. Кушаю-то, понюхаю, выпечу. А, че, блядь, ай, ай, очкошник. Спасибо за переподписку. Если нельзя, то не буду. Ну, вот нельзя. Если вы все равно оплачиваете, почему нельзя-то? Ну, все. Ну и все. За вас приедут, еще оплачут. Хорошо. Пока подождем, да? Пойдем, покушаем пока. Съемка в ТикТок, оказывается, их кто-то знает, и я правда первый раз слышу. Че? Что? Кто-то знает, я правда первый раз слышу. Человеки приходят в магазин и бесплатно едят. Бесплатно едим. Бесплатно едим. Подожди, это видео снятого времена, когда еще можно было в ТикТоке стримить. Нихуя. Именно за этим мы и приходим, вот так угадали. Она стримит в ТикТоке или че, я не понимаю? Она, кстати, ТикТокер, она вертикально держит телефон, а у нас горизонтально. И почему там говоришь, что мы ТикТокер? Да, может, да не ТикТок, а Инстаграм, али. Да, странно. Тут нет просрочки. Почу разделся уже. И тут тоже. А это реклама, блядь. Это Дубай. Все чисто. О, видали надписи на английском? Свежее. О, козел. Свежее. А, ясно, русофоб. То есть ты хочешь сказать, что просрочка только в России, что ли? Типа в Дубае нет, что ли? Типа че, блядь? А? Свежее. И даже детское свежее. И это свежее. Нет. Нет. А вот интересно. А дальше у меня плагин скипнул рекламу, вот. Дальше там реклама должна была быть. Нет и нет. И рекламы нет. Привет. Я написала ЕГЭ по химии и сдала на 77 баллов. Да. Удачи. Это вообще как брать? Руками? Или как? А че рекламировал он? Фух. Я в Дубае. Ну да. Тут действительно нет просрочки. Мне просто нравится, как он делает рекламу. С каким выражением лица он начинает что-то рекламировать. И с какой интонацией он рассказывает про то, что он рекламирует. Да, друзья. Давненько не выходили видео. Думаю, вам интересно узнать, как меня занесло в Дубай. И на какие деньги я здесь живу. Думаю, ни для кого не секрет, что YouTube отключил монетизацию. А в Дубае жить довольно-таки дорого. И я не совру, если скажу, что именно монетизация была моим основным источником дохода с YouTube. Дело в том, что помимо YouTube, параллельно я еще занимался криптовалютой. Еще в две... Так, ясно все. Криптовалютой, блядь! Алиса. Курс биткоина в рублях. Ой, нет, стой, 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 стой! Алиса. Курс биткоина в долларах. 23 260 долларов 70 центов. Когда-то Артем Вульф занимался криптой. А сейчас чем? В 2018 году я инвестировал часть средств, полученных с продажи газели в крипту. О-о-о! Соболезная. Попав. А как в Дубае тогда оказался. Ой, блядь. И ни разу об этом не пожалел. Алиса. Курс биткоина в долларах за последнюю неделю. Или так, я не совсем поняла. Ты тупая, блядь, потому что. Ты тупая, блядь. Именно криптовалюта дает мне возможность уже целый месяц жить в Дубае. В принципе, именно крипта спасла меня и дала мне возможность жить там, где я хочу. Лен, на самом деле я не спорю, как бы. Жижа, жиза, вот. Вот, у меня то же самое. Если бы не крипта, я даже не знаю, как бы я сейчас жил здесь, в Америке. Вот. Кстати, можете меня поздравить с тем, что я все свои сбережения, которые у меня были в России, наконец-то перевел сюда, в Америку. Так что теперь меня в России вообще уже особо ничего и не держит. Вот. И бояться мне, собственно говоря, ничего. А все благодаря крипте, кстати говоря. Это даже не реклама, я сейчас скипну. Я не знаю, что он там рекламирует. Вот. Родители. Ребят, родителям всегда можно помогать. Нет. Дистанционно. В случае чего. Ой, бля. Да, спасибо за 200 рублей, Пуня. О, соответственно, с этим я разобрался, слава богу. Если бы, наверное, не вся эта ситуация, которая сейчас в мире происходит, наверное, я бы так и не решился все свои сбережения перевести сюда. Вот. Но ситуация меня вынудила и, слава богу, получилось. Так вот, что еще? Что я говорил? А, есть ли у меня крипто, 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 эти, крипто специалисты в чате? Вот как раз таки вопрос. Осуждаю донат. Вопросы к вам. Что делать с биткоином? Я его хотел купить, когда на стол 30 тысяч. Слава богу, блядь, я этого, сука, не сделал. За последние, по-моему, 3 дня он упал до 23 тысяч. Он был 30, стал 23. Опять же. Сразу навеивают мысли. Так, ну он 23 тысячи, а вдруг он уже ниже не упадет? А будет, наоборот, сейчас расти. Он по-любому должен вырасти. Не знаю, конечно, поднимется ли он когда-нибудь до тех же 60 тысяч, когда он, ну, таким был, соответственно. И вернется ли он к этим показателям когда-нибудь еще. Это я не знаю. Мне кажется, он еще упадет. Возможно, даже до 16 тысяч, до 15. Есть такое ощущение, что он будет падать. Вот. Но будет ли он в итоге расти так высоко, как когда-то? Я хз. Вот. Если меня смотрят крипто-специалисты, крипто-миллионеры, которые могут дать пару советов, я бы, на самом деле, выслушал реально. Вот. Я бы, может быть, прикупил бы биток. Вот. Но страшно. Страшно, конечно. Но такое уже раньше было, когда он сильно падал, а потом так же сильно поднимался. Но это какая-то вообще непредсказуемая херня. Я не знаю, что делать. Там вообще вся крипта падает. Эфир тоже упал жестко. В два раза. Вот. Руками надо брать, думаешь? Ну, я не знаю, пакетиков здесь я не вижу. Ну, я руки-то пачкать не хочу. Пакетов здесь нет, кстати, реально. Это как так вообще? Ну, ценники есть. Очень удобно. Все для покупателей. О, кстати, это идея, спасибо. Пакетиков нет, щипчиков нет. Руками берешь просто. Друзья, смотрите-ка, что лежит на прилавке. Кажется, кто-то их уже попробовал. Знаешь, ребята, я есть один специалист, который точно нам подскажет, стоит ли сейчас закупать биток. Нет. Да не ты. Скажи, стоит ли сейчас покупать биткоин? Стоит ли сейчас покупать биткоин? Стоит ли сейчас покупать биткоин? Да иди нахуй, блядь. Он говорит, что нет. Значит, сейчас пока не нужно его покупать. Реально. Я, пожалуй, Бена послушаю. Значит, биткоин еще упадет. Лина из Берлина. Как плагин рекламы Ютуба называется. Спонсор блог. Пробовал. И это был не я. А пивко хорошее? Живое? Живое. Надо проверить, понюхать. Живое пиво, блядь. А здесь можно попить с вас? М? Можно пить, что-то... Можно пить, да? Пусть делать, что хочет. Спасибо за разрешение. Не, не живое. По запаху чувствую. Просрочки не так много в магазине. Но вот их отношение к покупателям, то, что им без разницы вообще, они понимают, что у них просрочка, они понимают, что они обосрались, но все равно до последнего делать пить, что им все равно. Криптоинвестор в 13 лет весь доход с обеда вкладывал и заверяю, что можно ждать 16-20К. Коллеги по классу солидарного мнения. Ждем снижения всем классом, потом пустим рывок на взлет и будем кайфовать. Мне кажется, такое отношение заслуживает того, чтобы мы вызвали сотрудников полиции и оформили данный тухлопритон. А самое главное, наглых сотрудников данного тухлопритона. Могли бы, как в нормальных магазинах, извиниться, сказать, проглядели, убираем, все, проблем нет. Но решили топить себя до конца. Здравствуйте. Здрасте. На вас жалоба поступила? Возможно. А это кто? В чем дело? Нюхаю товар. Нюхаете? Нюхаю, конечно. И что, понравилось? Нет, конечно. На ночь сладкое есть вредно. Оплачивать собираетесь? Пиво тем более. Вообще желания такого нет. Они же заплатили за меня. Кто за вас заплатил? Товаровед. Да. Ничего не пойму. Не оплачено пивом вас, да? Томаты. А я должен все оплатить, что взял в корзинку положил? Нет, что оплачено вы уже забираете. А что не оплачено придется оплатить. Бля, кули первый донат без текста. Так вот, то, что она сидит в телефоне и агрессивно печатает. Ибо это классика защитной реакции в форме избегания. Вот так. Ига, ты психолог дохера. А еще спасибо за стрим. Спасибо, Пуня, тебе за 200 рублей. Приветик, папуля, скажи пшика название плагина, который рекламу скипает. Заебали только что сказал. Варя, спасибо за 120 рублей. Чего? Чего? А, джи, ты кто сказал? Что не оплачено придется оплатить. Чего? Что там вам не оплатили? И вам? А, за такое пиво нежелание платить, да? Как можно нюхать и не платить? Ну, это все заведомо знаете. Нюхать и не платить? Бля, звучит. Можете объяснить? А откуда же я должен знать, что оно плохое? Понюхал? Неживое пиво. Ну, мы же не на рынке, чтобы там что-то нюхать. В магните тоже надо нюхать все. А что, на рынке нюхают, что ли? Если бы была такая возможность, вам бы предоставили, попробовали бы. Это даже не рынок. Вы же где-нибудь здесь продукт разборку поустроили. Не на самом видном месте. Так они сюда подошли, а я к ним. Правильно, отработает такая, наверное. Вот, а я к ним подошел. Правильно. Правильно. Ну, что, надо оплачивать или нет? Конечно, пиво надо, кто-то платит. Нет, за такое пиво неживое нет желания платить. Может, товаровед оплачет? Товаровед думаешь, опять оплатит? Ну, она вроде сказала, что можете делать, что хотите. Да. Я вам такого не знаю. Товаровед. Другая женщина, которая оплачивала на кассе. Ну, делать, что хотите, у себя дома будете. Нет, в магазине тоже она сказала, делайте, что хотите. Можно пить, Стас? М? Можно пить, да? Пусть делать, что хочет. Молодцы. Если у тебя денег нет в России, гол тогда стрим со Стасом, а то круто, наверное, клеветать на него на стримах. И не отвечать за свои тезисы. Ты ведь сам ему писал, что боишься за деньги. Или ты опять наврал? Ебать, ты, конечно, конченый. А в чем заключается клевета? Потому что он на меня клеветчатый... Или как это? Клевещет? В своих видосах? Говорит вещи, которые ко мне не относятся, да? А я лишь просто говорю, что он несет хуйню. А клевета-то здесь в чем? Давай. Товарищ промытый, объясни мне адекватным своим тупорылым вонючим языком. Что значит клевета? И где она была с моей стороны? Не помню такого. Касаемо того, что я ему писал по поводу того, что боюсь за деньги, тоже не помню такого. Может быть, я ему и такое писал, но я не помню. Но я реально боялся за свои деньги, которые у меня были в России. Очевидно, в этом нет ничего такого. Вот. Все. Какие-то вопросы ко мне? Все. Сейчас, ну да, у меня какие-то претензии есть, предложения. У магазина есть претензии или нет? Мне нахуй не интересно с Стасом общаться и стремиться. Если бы их не было, у меня бы сегодня вызывали. Какие претензии? Спасибо, стонат. Не хочу заплачивать товар. Так. За такой товар нет желания платить? Ну нет желания, но раз вы его открыли, значит, нам придется заплатить за него. Думаю, очень вряд ли. А если бы... Такое у меня предчувствие. Если бы какой-нибудь коньяк вы там взяли за 3 тысячи, он бы вам не понравился, вы тоже отказали выплатить? Я алкоголь не пью практически. Только нюхаю. А зачем тогда пью? Подожди, нюхает. Я алкоголь не пью, только нюхаю. А что он нюхает? Ну только нюхаю, я же не пью его. Че за диалог, блядь? Я даже не знаю, что хуже, пить алкоголь или нюхать. Я в магазине люблю, зачем же я буду за пивом платить, если я его не пью? Просто так стоять будет, портится. Вы за мной издеваетесь или что? Самому не смешно? Немножко. Немножко. Приветствую. Привет. Я постоянно вьюзи. Спасибо, спасибо. Не надо здесь цирк разводить, просто оплатите. Да это не я цирк устраиваю. Я тут при чем вообще? А кто понюхать пиво, это что, не цирк? Мне кажется, сотрудники магазина. Что сотрудники магазина? Устраивают цирк. Почему вы отказываетесь за него платить? Желания такого нет. Я не отказываюсь, желания такого нет. Ебать, у него труба. Блядь, это видео какого года вообще? Когда он снимал это? Кнопочный телефон! Нокия! Что? Как он вообще живет? Негодяй может бежать. Что? Объясните, что у вас здесь сейчас происходит? Вот молодой человек пришел, начался кушать. Кушать? Да. Начался диалог у них с вранья. Блогер нюхал товар, но ничего не кушал. Я впервые вижу человека, который бы так усердно пытался людям доказать, что он нюхает. Пробовать. Ему ничего не нравится. Так, понятно. Какой усерд? Не знаю, надо смотреть. Так вы же оплатили за меня. Ты не платила. Вы при мне на кассе оплатили, как же? Пусть идет с Богом. Нет. Нет, за меня не надо платить. Все, я оплачу товар. Все, мужчина, идите кушайте, на здоровье. Да я уже оплатил частично же этот товар. А что вы не оплатили? Не стыдно, молодые люди. Ну ладно, не платили так не платили. Обратим красиво. В общем, сейчас, мужчина, вы либо оплачиваете вот это вот все, либо вы оставляете, вот покупаете свое пиво, если вам ничего не нравится, которое вы вскрыли, и уходите. Нет, смотрите, за этот товар нет желания платить. Ну как у вас нет желания платить? Ну как есть, только наоборот. Знаете, бывает есть желание что-то делать, бывает нет. Бывает вот нет желания идти на работу. Ты берешь и не идешь на работу. А бывает есть желание, ты с удовольствием идешь на работу. Так же и тут. Это магазин, понимаете? Это магазин. То, что вы тут что-то открыли, вас никто не будет потом спрашивать. Нравится вам, не нравится. Если вы это вскрыли, значит, вы должны это приобрести. Говорю, за такой товар нет желания платить. Если хотите, можете вызывать полицию. Я вспомнил, что у вас нет желания платить. Но вы должны это сделать, так как вы его вскрыли. Нет, я должен только маму любить и уважать. Заплачивать такой товар я не должен. Вы меня обманываете сейчас. Я вас обманываю. На 99% я уверен. То есть по вашей логике вы можете вот так вот сейчас пройти по прилавку, то есть все пооткрывать, вам еще не нравится и просто здесь спокойно уйти? Все нет, только мой любимый товар. Ваш любимый товар вот это пиво? Вот это вот все. А помимо этого что-то нюхаете еще? Помимо этого воздух, природу, конечно, деревья. Хорошо, ладно. Иногда выхлопные газы, когда стою в пробке. Всегда по-разному. Просто если я не буду вызывать полицию, хорошо. Если не буду, то я пошел. Сколько это пиво стоит вообще? Вы сидите сколько? Ну, ворота. Просто за эти 50 рублей... И сейчас Артем Вульф выходит, блядь, из магазина. И рядом с ним реально бог. Идет. И у них в руках, блядь, просрочка. Макарошка, спасибо тебе за 200 рублей. Приветик Хес. Мой первый динатик. Желаю удачного... Данджер, спасибо тебе тоже большое за новоплатную подписочку. И только всего попасть. Не будет разбираться. Аферистик, спасибо. Нет, тут пиво, пироженка, кофе, булочки. Я понимаю, вам же вот это вот нравится, вы приобретите это и все. Нет, это не нравится. Тогда оставляйте и покиньте в магазин, пожалуйста. Так надо оплатить или нет? Вы до этого говорили, что надо оплатить. Сейчас говорить уже не надо. Он говорил именно про пиво. Вот сейчас товаровед говорит, чтобы просто... Я не понимаю, а в чем проблема спросить, что не так с товаром? Да они об этом даже не думают. У них даже мысли такой в голове нет, что возможно проблема с товаром. Они думают, что чел пришел и просто так, типа, берет все подряд, открывает и все. Типа, пришел на халяву пожрать в магазин. Ладно, я тогда пойду еще понюхаю. Мужчина, если вы сейчас не прекратите ерундой заниматься, я вызову наряд полиции. Ну, вызывайте, если хотите, я пойду пока понюхаю. Если вы разрешаете, говорите, пусть идет, значит, можно так. Хотите, я и вас угощу? Он просто испытывал. Я никого не могу, да. Я никого не могу, да. Я никого не могу. Вы что-то толпитесь, да? Что случилось, девчонки? Оба-на, решало приехал. Ля, шапку натянул, блядь. Ля, сука, че такое, ёпт? Ну, давай, давай, че скажешь. Жалко продавцу. Ля морда, блядь. Че, помочь че-нибудь назвал? Помочь чем-нибудь? Чем же он хуже па? Решатель проблем пришел. Решала. Ээээ! Блядь, а в ахуя? За приезду наряда будете нюхать или все-таки по-хорошему решим вопрос? Я считаю, что нюхать до приезда наряда это по-хорошему. Да, ну хорошо. Но это мое субъективное мнение. Да, 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 готовился, конечно. Не, я везде высказываю свое мнение, как же. Надо кричать свое мнение во весь голос, если он не расходится законодательством Российской Федерации. В данном случае вы нарушаете законодательство. Вот, если вы считаете, что я нарушаю, конечно, мне надо наказывать и привлекать, я считаю. ГБР, кажется, пошел вызывать полицию. Все. Вот, сейчас контент будет. Вызывают копов. Сматываемся. Мне интересно, чем они руководствуются, когда вот это все делают? Они же понимают, что не так. И все равно делают. Они не понимают в этом проблеме, что они реально не понимают, что не так. Да, вы нам неинтересны. Продавцы, может быть, понимают. Но вот этот пришел, блядь, с дубинкой, он вообще не шарит. Даже близко не догадывается, что на самом деле там просто тухляк. Забери. Ой, блядь, еще один. Куртка у него, конечно, вообще балдеж. Чтобы вы понимали просто. Видали что, да? Ну ладно. Я, во-первых, на ты с тобой не переходил. Забери. Сейчас снимаешь что-нибудь? Конечно. Нет, конечно. Тиксирует на видео, не снимает. Просто телефон держим в руках. Давайте его с ближайшей воды доставлю. Как вариант. А сейчас приедем. А сейчас приедем, полицию уже вызвали. Сейчас уже доставят нас. Не беспокойтесь. Да я вообще спокоен. Ребята, я хочу к лимонам подойти. Подходите. А не снимайте. Я говорю, я не хочу сниматься. Можно сегодня без меня? Я других фильмов снимаю. Снимай, конечно. Могу предложить. Кастинг пройдешь? Такой четкий кастинг. Думаю, не стоит. Есть 18 лет? Нет. А чего, как так? А нет, 18. Представляете, дядь. Безобразие. А можно до 18 лет? 18 нельзя. А то, может, вас тоже сейчас наряд куда-нибудь отвезет? Нет? Не отвезет никуда вас в кастинг-то сейчас? Какие лимоны хорошие? И мы фиксируем на видео, мы не снимаем. Давай, палкой. Слушай, давай ты не будешь тыкать, ладно? Слушай. Когда ты девушке такое предлагаешь, к тебе уважение пропадает. Понимаешь? К тебе уважение пропадает. Ну хорошо, это твое лично субъективное мнение. Не твое, а ваше. Твое. Ты ко мне обр... О, блядь. Что за скример это, ебаный свет? Сейчас, смотри, почему я тебе должен много обращаться. Я себя приеден вообще, нет? Да. Я вообще не пятиконтропом, блядь, назвал. Чего ты материшься в магазине? Все? Вот ты свое поведение и показал, свое истинное лицо. Бесполезно. Да я понял. Матом в магазине. И меня учить пытаешься. Подождусь, Лава. Вы же на улицу пойдете? Конечно. Можешь подождать. О. Ну как обычно угрозы начались. Сейчас выйдешь, мы тебя порежем. Отлично. Самая черная машина там ебан. Хорошо. Самая грязная. Я не удивлен, что самая грязная, кстати. А что он сделал? Лимонами его накормят или что? Я не понимаю. Я как будто бы вернулся в недалекое прошлое, когда мы только начинали смотреть просрочку и появлялись люди, не понимающие, типа, что еще происходит и, скажем так, ну, критикующие Артема Вульф. Тем не менее, тогда, когда у нас был совместный стрим, он все вроде как популярно объяснил, что, как и почему. Можно, конечно, по-тихому прийти, да? А можно, например, увидеть, какие не только товары плохие здесь и просроченные, а какие еще и продавцы здесь просроченные, хуевые. Когда приезжает полиция, которая, блядь, банально даже законов не знает, почему на это нельзя посмотреть? Почему? А мне, например, интересно. Это и интересно, и весело. Все. Машина от отражения человека. Наверное, взорвешь тикток или что ты взорвешь? В тикток. А, или еще и люди, защищающие, зачем-то эту просрочку. Вертикально веду съемку, а я горизонтально. А что там горизонтально? Сначала кабинет ПНД. Четкий ютк. Капой? Кабинет ПНД. Вот, кабинет ПНД сначала. Это четкий парик вообще. Ну, судя по твоей реакции, судя по твоему эмоциональному такому состоянию, я тебе как медработник говорю, ты не в себе, чувак. Блядь, он еще и медработник. Фух. Даже страшно представить, что он лечит. А какой у меня диагноз, скажи? Ну, там тебе доктор скажет. Не, ну ты же медработник, скажи, диагноз на мне поставь. Ну, шизоидом попахивает. Шизоидом попахивает. А где мне лечиться лучше, скажи? Тебе? Ну, при желании, не знаю, как тебе пока это. Ну, ты посоветуй, где мне лучше лечиться. Не знаю, потому что шизоидом попахивает. Шизоидом продолжаешь тыкать, что ли? Конечно. Ну, что ты такой дерзкий, наглый? Зачем? Ты мне тыкаешь, я тебе должен на выобращаться. Ну, сколько тебе? Уважение должно быть взаимосвязано. Бля, при чем тут года? Вот опять, вот у меня тоже это всегда раздражало. Что если кто-то, какой-то чел старше тебя, то ему позволено тыкать, а вот ты должен и обязан на вы к нему обращаться. Пошел ты нахуй, блядь. Тогда получается, все, кто в чате садит, вы должны ко мне на вы. А я буду тыкать на вас. Потому что вы младше меня. Я считаю, что возраст, вот эта вот цифра в паспорте, вообще ничего не значит. Я могу обращаться на вы к человеку, если он, ну, например, достоин этого. Если он какой-то там, я не знаю, дохуя известный, добившийся каких-то успехов, крутой бизнесмен, я не знаю, там, крутой предприниматель. Или там ученый, который реально классный. И у меня будет к нему уважение в таком случае. И я из-за уважения к нему могу обратиться к нему на вы. А когда ты просто старше меня, при этом, хуй, не пойми кто. Почему я должен на вы к тебе обращаться? Просто потому, что ты старше меня. Да иди ты нахуй. А? Мне 31 вопрос. Ага. Вот и все. Ты меня, понимаешь? Давай я тебя на вы назову, как тебя зовут? Пойми отчество, представься. Вот, как тебя зовут? Ну ты опять на ты. Представься. Просто ноунейм. Хорошо, можешь ноунейм. Я просто высморкался. Ну спасибо. Контент на нервах людей. Каких людей? На нервах вот этого чувака он сам виноват. Он мог пройти мимо. Но эти люди зачем-то встревают туда, куда их даже не просят. И начинают выебываться. Продавцы, которые также начинают выебываться. Когда могли бы просто все, как бы, ну, без каких-либо проблем, мирно решить вопрос. Они не хотят этого. Их проблемы. Мне без разницы вообще. Ноунейм будет называть меня ноунейм. Ну, пока полиция не приедет. Ты в надежде, что у тебя полиция спасет, что ли? Не, что меня заберет. Куда ты заберет? В отдел, конечно же. Здесь есть психушка, кстати, рядом. Так я говорю, посоветуй мне, где мне лечиться-то. А, он знает, где психушка, кстати. Видимо, был там уже. Мне, что ты должен советовать, иди-то открою интернет. Так ты советчик же. Ты влезаешь. Я не советчик. В каждой бочке затычка. Ты прям нарываешься, да? Ну, а ты провоцируемый? Терпение себе. Слушай, ну, смотри, сколько таких вот товарищей. Они вот приходят в магазин, портят товар, там, начинают говорить. Это то, что... Это недавно такую клоуну видел. Но он как бы хоть у него что-то по делу там был. А ты вот на ровном месте. Понимаешь, сейчас пик. Народ, я говорю, ну, вот прийти даже с продуктами. Хороший магазин. Да-да-да, местные люди заходят лимончиками закупаться. А я мешаю. Негодяй, надо наказывать. Ты сам решил так. Нет, это вы решили. Ты же ко мне доматываешься, я к тебе вообще не подходил. Жизнь накажешь. Как меня накажешь, скажи? По жизни у тебя. Ну, как? Как им кверху. Тебя уже наказало? Какай кверху, это жестко. Ребята, ну, милые, не ссорьтесь, пожалуйста. Да мы и не ссоримся. У вас праздник, с выступающим. Посмотрите, у меня сын смотрит. Которому 17 лет, а вы... Все, тоже вырастет, блогер. Нет, он не снимает. А что против... Подожди, что, бля? Все, тоже вырастет, блогер. Нет. Говорит, сын смотрит. Этот и отвечает, блогерам вырастет. Он такой, нет! Ни в коем случае он блогером не станет. Он у меня на завод пойдет. Как нормальный мужик будет. Хуярить. В цеху, блядь. В горячем цеху будет. Сука, руками работать у меня. Железо таскать будет. Или в пятерочке хуярить будет. Продукты расставлять будет. Но ни в коем случае блогером не станет. Ужас, позор. Он не снимает. А что против... Ни в коем случае не снимает. Парень, если ты смотришь это видео, сила терпения тебе. Дело только то, что хочешь ты сам в рамках закона. И что нужно именно тебе. Жизнь одна. Парень, если ты сидишь на моем стриме, я тебе желаю того же самого. И всем, кто смотрит это видео. И у кого такие же немножко двинутые родители. Которые живут в прошлом, блядь, каким-то Советским Союзом и прочей хуйней. Навязанные с телевизора. Соболезны у каждому, у кого такие родители. Ребят, поняли, блогер зашквар. Кушайте продукцию вот такую в магните. И нагибайтесь почаще. Советую людей. А вызвали полицию-то, а то мы просто так ждем, стоим. Конечно. Да. Здесь, пожалуйста, ожидайте. Не нужно усложнять ситуацию. Да я не усложняю, я по магазину хожу, выбираю товар. Что-нибудь не хочется. Обязательно. Все, может быть. Ну что, полиция-то приедет или нет? Приедет, приедет. Мы все, ждем, ждем, стоим, ждем, ждем. Терпение. А если вот негодяй убежит? Вряд ли у него получится. Почему? Вы отказываетесь оплатить товар. А, ну сейчас я буду пытаться уйти из магазина. Имея полное право задержать, я приеду. Вот сейчас вы только что здесь ходили, я был у выхода практически. И вы говорите, вряд ли у него это получится. Нужно усложнять обстановку. А вы хотите сказать, что за порчу имущество можете задерживать покупателя? Естественно. Мне кажется, вы сейчас ерунду несете. Может, вы мне скажете, так, где еще почитать? Я просветлюсь. Просвещусь. Нет? Нет? Ну, где почитать это можно? В Кодексе административных правонарушений. Или в Кодексе частной детективной охраны деятельности. Вы хотите сказать, что в КОАПе сказано, что за порчу имущество сотрудник ГБР может меня задерживать? Ну, любого человека. Я вам еще сказал второй вариант, где это можно и прочитать. Закон я сейчас на детективной охране деятельности. Да. Совершенно верно. Может, вы статью подскажете, чтобы мне не искать? Читайте. Ваших интересов. А мне-то что читать? Я и так все знаю. Просветиться, прочитайте полностью, вот корки за корки. А можно ваше удостоверение, чтобы знать, с кем я общаюсь? Нельзя. Почему? Я не имею права ему. А, так вы сами этот закон, получается, не знаете? А мне что-то говорите за него? Нужно здесь умничать. Как-то нужно умничать. Статья 12.1, а сейчас на детективной охране деятельности. Любому человеку обязан предъявить удостоверение. Хорошо, сейчас приветствуют сотрудники полиции, вы им пожалуете. Так я вас прошу предъявить мне. Потому что я вам ничего не предъявляю. Да что мне жаловаться? Я вам ничего не буду предъявлять. Жаловаться? В первом классе, что ли? Бля, ему не надоело спорить, да. Если вы сейчас так ведете, то что... Как так? Как первоклассник. Да это вы ведете. Пожалуйста, мне предлагаете что-то. Я веду. Конечно, я вас прошу на основании закона предъявить удостоверение. А вы отказываетесь. Я сам сюда приехал. Вы приехали, не я же привез вас сюда. Вы сами приехали. Ну, удостоверение не предъявишь, да? Нет, не предъявлю. Ну, зачем? На ты самому не надо. Надо. Когда я не знаю, с кем я общаюсь, я перехожу на ты. Предъявил удостоверение, будет тебе уважение. А пока я не знаю, кто ты. Может, ты ряженый. Ну что, может, купим тогда это. ХЕС после начала спецоперации. ГБР теперь без оружия. А где у него оружие-то, я не понимаю. Дубинка, что ли? Может, понравился? Если оплатить надо, говорят. Давай оплатим. Давай, ладно, оплатим. Давайте оплатим-то о чем-нибудь. Раз говорят, что надо. Не будем спорить. Да, верно? У меня даже бездач, наверное, сейчас будет. Да. А войны, войны, войны. И еще одна покупочка. О! В мою... Этот, сзади. Копилку хорошего товара из магнита. А остальное куда? Остальное еще пока подумаю. Почему бы и нет? Пивко. Я не удивлен. Пивко купил. Что? Не, не удивлен. Бля. А он даже ничего не ответил. Не успел придумать, походу. Что-то он как-то опять зубарив всталит. Маху, сними. Ой, бля. Все. Это называется проиграл. Аргументы заканчиваются. Просто в ходе идет камера. Они, вот такие, как он, начинают думать почему-то, что если они начинают снимать на камеру, то это прям пиздец. Это прям унижение. Что этот блогер сейчас убежит, просто начнет закрываться. Не дай бог его снимет кто-то. Несмотря на то, что, блядь, он сам снимает видео. В магазине на смазке находиться. Ну, нормально. Парик в магазин, там снимешь. Снимешь. Так, говорю. Просто графифируй. Подожди. Мы сейчас дождемся полицию, подожди. Уброза. Полчасика буквально. И сфотографируешь. Пообщаемся вне магазина. Я же не могу убежать с товаром неоплаченным. Дождись с нами вместе. Пообщаемся, как ты хотел. За магазином. Перед магазином. Фиксируем на видео, не снимаем. Снимаешь ты, походу, кого-то. О, жестко. Убери камеру, убери, убери. Мне особо нравится, как он... Такой, типа... Камеру убери. Убери. Такой прям, типа, серьезный чел. Ее так выглядывают куда-то, типа, что никто не видит, да? Палева нет. Э, камеру, бля. Убрал камеру. Пока никто не видит. Такого-то. Оп, 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 такой посмотрел. Ага, ага. Никого нет, там тоже никого нет. Оп. Убери камеру, убери, убери. Я разберусь, убери. Мафия, работаем. Не надо ручки тянуть. Я ручки не тяну. Ну вот и все. Ой, бля, петуша. Осуждаю, блядь. Осуждаю. Гост Михайлов, спасибо. Зачем ты свои особенности проецируешь на других? Самый лучший. Я согласен, самый лучший. Подожди. Чтобы не быть балаболом, подожди нас после рейда. Ага. И пообщаемся. Потому что, клоу, у меня есть время на тебе. Ну, естественно, ты же со мной общался, сколько времени стоял. О, кончу. Ты сказал, что меня подождешь в машине в самой темной. Так подожди. Не, у меня там жена, ребенок. Не, ну сначала сказал, потом перебываешься, да? Перебываешь? Сначала сказал, что подождешь, потом перебываешься. Я говорю, я сейчас не могу убежать. Я подожду полицию. Я знаю, как снимать счет. Ну, конечно. Поробуй течет. Давай. Жалко ребенка, на самом деле. Спасибо. Давай. Только подождать не забудь нас. Как и обещал. А то уже второй. Сначала махает руками, питается, потом убегает. Район хороший, Тём. Хороший район. Работает. Лучше бы закрылся. Конечно. Все равно пока ждем, стоим. Посмотрите, ребята. Наоборот, ребята правильными делами занимаются. На, Соловьева смотрели на него, а не вот это вот. Ой, нет, занимаются, ребята. Правильные видео смотрят. Куда наша молодежь катится? Реально, блин. Потом еще смотрят это видео с Хепсусом на стриме зачем-то. Бля, пиздец. Дегрудация вообще полная. В смысле, ну вы не правы. Знаете, где вы все-таки делаете? Нет, Аргуниев Тиган. Камаз, здорово. Приветствую. Ребать. Смолен. Что можете сказать по поводу этого мужчины? Тоже, наверное, какой-то, да, плохой. Может, он тоже где-то не там учился? Может, вот этот пакет оставить, подъем. В товароведу подойдем. Ну, пойдем. То есть, ты сейчас вот согласен, вот это вот все оставить и уйти. Фан, встреча в пятерочке. Так сказать же, надо оплатить. Я не пойму, что мне надо оплатить все-таки, вот я оплачиваю, ухожу или уйти. Свой скрытый товар, я тебе еще раз объясняю. Ты если оплатишь, вот это то, что у тебя в корзинке. Если тебе там что-то не нравится, ты... Подожди, что у него за... Ща. Надо поробить и что? Давай. Раша написано, а не каша. Или это у кого было написано? Конечно. У кого было написано? Все равно по каждому стоим. Все, дураки совсем. Не посмотрите, ребята. Ладно, ладно, воины, я из Украины. Мне-то пох, я просто о том, что в прошлых выпусках ГБР всегда с оружием была. Ну, видимо, они что-то заранее знали, поэтому они уже без оружия. Интеллигент, спасибо. Ну, пойдем. То есть ты сейчас вот согласен, вот это вот все оставить и уйти вообще с магазина. Так сказать, надо оплатить. Я не пойму, что мне надо оплатить все-таки, вот я оплачиваю, ухожу, или уйти? Свой скрытый товар, я тебе еще раз объясняю. Ты если оплатишь, вот это то, что у тебя в корзинке. Если тебе там что-то не нравится, ты... Все, что не скрыто, ты можешь все это разложить обратно по полкам. Все, что ты скрыл, оплатить и покинуть магазин. Такой товар раскладывать по полкам не хочу. Он же другим людям тоже не понравится. А, сами разложат. Да не надо такой товар и вам раскладывать по полкам. Он же другим людям не понравится, если мне не понравился. Я же логически мыслю. Хотя мне уже диагноз поставили. Еще раз объясню. Пятый раз уже. Если он заведомо, вы знаете, что вот эти вот продукты вам не подходят, не нравятся, идите в другой магазин. Не, я так никогда не делаю. Я если знаю, что мне заведомо эти продукты не понравятся... Ой, блядь. О, боже, сука, здоровый лоб. Я не говорю, что он должен идти на стройку и там вкалывать. Но, блядь, ходить по магазинам и доебываться до людей. Мне жалко женщин на кассе, а не тоже чьи-то мамы. Работают по 12 часов за 30 тысячи. Они должны еще переживать за просрочку. Пусть занимаются те, кто за это отвечает. Да, ну... Классная паста. Ты прикинь, они чьи-то мамы, и эти мамы торгуют просрочкой. А прикинь, если их сын купит эту просрочку, отравится. Что тогда эта мама скажет? Хотя эта мама, скорее всего, сама эту просрочку с этого же магазина тащит к себе домой. Причем, вероятнее всего, ту просрочку, которую магазин выкидывает, а они, продавцы, там все вот эти вот работники, забирают ее домой. Почему? Ну, потому что зарплата маленькая, блядь. И денег на нормальную еду не хватает. Приходится домой забирать всякую херню, которую выкидывает. Говорю, потому что видел подобное. Я, наоборот, набираю их. А, блядь, так? Да. Если мне полицейские скажут, что надо платить, конечно, я оплачу. Я сам скажу так. Далеко не из богатой семьи. У меня как-то мама работала в ресторане, короче говоря. Ну, там, посуду мыла, вот эту всю херню делала. И в ресторане, естественно, люди приходят, кушают, кто-то не доедает, кто-то еще что-то. И эта еда, она, естественно, утилизируется. Вот. А у меня мама эту еду просто с собой забирала и приносила домой. И я сидел, доедал, блядь. Еду из ресторана, которые не доели там. И мы хавали. На самом деле, ну, вкусно было там, ну, типа, нифига себе, еда из ресторана. Вот. Да, ее кто-то хавал, конечно. Но я тогда даже об этом не думал, потому что жрать хотелось. И я чисто доедал, блядь. Вот. Дэм, дэм. Я же не буду спать с представителями власти, правильно? Хорошо, а бати ты. Вот. Я вот уже начал, видите, пошел на путь исправления. Больше, чем он его. Ну да, я еще и сам в магазине, кстати, работал. Вот в таком же. Только в Новокузнецке работал этим. Фасовщиком или как эта хуйня называется? Ну, когда челы стоят на кассе и продукты упаковывают покупателям в пакет. Скажет ли его оплатить? Ну, сейчас узнаем. Что я недолго езду? А что если кто-то проиграет, что будет-то? А вот спорить как-то неинтересно-то? Я с вами не буду ни о чем спорить. Не, ну, можем мужской спор, например, на 100 джимани. Ты издеваетесь за мной? Нет, почему это мужской спор? Я, пожалуй, откажусь. Просто так интересно, знаете, было бы ждать полицию, когда ставочек. А это платить или не заставят. А так мы про... Не понял. Бля, еще одна реклама, что ли, тут была? Я в шоке. Стоим, ни о чем говорим. А так уже был бы интерес дождаться. Азарт, опять же, да. Или не азартный человек. А я бы с удовольствием с вами поспорил. О. Опа. Вспомнишь солнце в эту лучик. Опа. Здравствуйте. Блин, ну, башкиру с моей сами. Что-то чувствую. 209. Ну, магазин вас вызывал, не я. А где рука у тебя? Здрасте. Вот, молодой человек скрыл у нас кофе, пиво открыл и отказывается платить. По какой причине? Якобы не соответствует его вкусу. Да. Не соответствует вкусу. А можно поставить сережку? Можно, конечно. По-моему, здесь дата, мне кажется. Мне кажется, вот здесь она. Ну, так чисто. Закончилась она почему-то, да? Вот почему-то. Весь того, как я понимаю, просрочно, да? Ну, мне кажется, у меня 22-й вот. Да, 22-й. Как-то. Эпо. А где он, в кого-то магазин? Кто-нибудь хочет заявление писать, пусть пишет. То, что просроченный товар, скажите, так пусть и пишет тогда. Вы какие-нибудь претензии в магазин? Ну, естественно, приобрел некачественный просроченный товар. Сотрудники магазина, вместо того, чтобы извиниться, повели себя, по моему мнению, неадекватно. Естественно, я бы хотел написать заявление на Арсюшкин магазин. Могу вас попросить вызвать участкового, либо сога. Потому что вы же протокол осмотра не сможете составить в любом случае. Вот я там же. А куда он убежал-то? А, вот. Вы заявление будете писать? Ну? Вы заявление будете писать? Да, конечно. А вы по факту чего будете писать? Я напишу, а вы убедите. Она даже не знает, по факту чего она писать собирается. Блин. Да, мамы, блин. Как говорится, топить так до конца себя. Бланк, сверху за мной. И внутрь, суть заявления. Решили нам заявление написать. Ну, что поделось. Будем отвечать, значит, по закону. Испортил просроченный товар. Статейка новая найдется в Коапе. А может, и ВУК. Отлично. Вы скажите, надо оплатить или нет товар? Зачем? Нет, просто мне кто-то говорил, что надо его оплатить. По-моему, это сотрудник ГБР. Поэтому я спрашиваю у вас, как у полиции. Не надо? Все, хорошо. Вскрытый товар, я вам говорил. Вскрытый надо оплатить или нет? Не надо. Не надо. Его списать должны. Ну, это кофе. До 21 года, до сентября. Чем-то выиграл, получается? Я теперь понял, почему сотрудник ГБР не стал спорить на отжимания. Потому что, возможно, знал, что проиграет в этом споре. Не знаю, видели ли вы его, нет. Я высохнусь, я выкладывал. Мне кто-то скидывал инструкции типа магнита. Как вести себя с блогерами. Чего нахуй? При появлении блогера. На МТЗ. Чего? Незамедлительно сообщить АММ, СВ, ТУ, ДФ. Блядь, что это такое? Какая-то странная методичка. Просмотреть или сопроводить весь маршрут блогера по МММ. Какой МММ, блядь? На случай, если... А можно было нормально выложить? При обнаружении блогером товар с стекшим сроком годности, вежливо попросите посмотреть срок. Постараться не отдавать товар блогеру обратно. МММ. Приносит извинения и предлагает списать и утилизировать просроченный товар. Блогер на кассе! Перед тем, как пробить товар, который блогер принес на кассу, проверить сроки. Если товар оказался стекшим сроком годности, под любым предлогом не отдавать, сука, товар в руки блогеру. Сломалась касса, не работает интернет и так далее. Принесите извинения, пригласите АМММ и замените товар. Блогер приобрел товар и вышел с МММ, но вернулся, убеждая, что приобрел товар с стекшим сроком годности. Проверить. Так, количество данного товара, проверить срок годности партии, не проводить возвратов на кассе, тем более не предоставлять чек возврата блогеру под любым предлогом. Сломалась касса, не работает интернет. Принесите извинения, пригласите АМММ. Очень важно, чтобы товар с стекшим сроком годности чек не оказался в руках блогера. Это миллионные штрафы. Пиздец. Хамское поведение блогера. Не реагировать на провокации блогера. Пригласить АММ. При оскорблении постараться сделать аудио-видеозапись. Я не знаю, фейк это или правда, но вот вы видите сейчас эту инструкцию на своем экране. Выводы делайте сами. И да, друзья, не забывайте подписываться на мой инстаграм, бэкстейджи со съемок, какие-то эксклю... Ребят, подпишись лучше на мой инстаграм. Я умоляю, там мемуары надежды новые вышли. Ссылка в чате, на телеграм. А в телеграме, соответственно, то, о чем я и говорю. Какой нахуй инстаграм? Телеграм? Подожди, а че? Он говорит инстаграм, при этом запикивает. Осуждаю. Россиянка? Просто, друзья, сравните вот эти два масла. Я думаю, вам понятно все без слов. Пришли мы в отдел с рыбкой, друзья. Смотрите. Как считаете, какая хорошая, а какая нет? Вот это хуевая. Вот это нет. Но, соответственно, здесь и минус 20%. Вот. Наверное, по этой причине, соответственно, она и стоит на 20% дешевле. Потому что... Наверное, хорошая по скидке, скажете вы? Ну, естественно, нет. Вот это хорошая свежая рыбка. А вот это уже тухлый развакуум. Упаковано под вакуумом. Так еще и по скидочке. То есть, мое предположение, что они увидели, что это развакуум. И наклеили скидку просто. То есть, в принципе, тухлый товар по скидке уже нормально, видимо, в магазине Магнит. Я вахуй. Давай следующую посмотрим. Мне кажется, она такая же примерно. Минус 20%. Само собой, упаковано под вакуумом. То же самое, развакуум. И уже без скидки. Где скидка, блядь. КББЛУ. Спасибо большое за подарочные. Серк, спасибо за новоплатную подписку. Зефокс, спасибо. Нилсон, кстати, спасибо за 5 подарочных. На это зажали скидку. Вот свекла еще красивая. Ммм, с плесенью. Может, ребята, это элитная свекла. Как сыр с плесенью есть, так и свеколка в Магните с плесенью. Я чувствую, нам нужна тележка. Потому что если еще мятые банки сейчас брать, то все, корзинка заканчивается. Я предлагаю мятые банки тоже снять. Поскольку это нарушение санпинов, статью вы сейчас видите на своих экранах. Давайте посмотрим. Найдет Артем здесь мятые банки? Вот он только подошел сюда. Еще ничего не смотрел. Так, конечно, найдет. Вот. Вот баночка прекрасная. Прям лицом к покупателям стоят причем все. Даже искать не нужно. Вот такой горошек прекрасный. И я для вашего понимания не роюсь где-то там в глубине и так далее. Я прям вот беру... Бля, а что? Зубарев-то... Я что-то не понял, почему Зубарев ходит, постоянно наблюдает. Я думал, это какой-то покупатель, который случайно в кадр попал. А он уже весь видос, соответственно, просто наблюдает за ними почему-то. На меня смотрит. Еще баранинка. Нерва. У кого-то сегодня будет плотный ужин. Товаровед же оплатила себе просроченный товар из-за нас. То есть она хотела купить просрочечки. Наверное, значит, и это она себе тоже заберет. Скорее всего. Ну что, друзья. Вот такая горочка баночек мятых еще у нас набралась. За минуту, мне кажется, где-то. Слушай, вот там видишь... Ждет, пока перемене пойдет. Просрочные следят. Че, активист, слушай. Вон там, видишь, возле красной тетки, другая такая стоит. К ней подойди. По поводу банки что-нибудь спроси. Она тебя нахуй пошлет. Че? Не, спроси, она тебя нахуй пошлет. Как я вам сказал. Пойдем. А не подскажете, мятые банки можно реализовывать? Мы не отвечали на какие-то вопросы. Не отвечаете? Нет. А за товар отвечаете? Да, за столько. Незаметно. А какой у вас отдел? Эту уже информацию раскрывать не захотели. Это не выставлено. Это убрано. Хорошо, я просто смотрю. Это плесень или что? Да. Ну, это спрятали. Это не спрятали. А что это? Это будет выбрасываться, это списано. А зачем он здесь стоит в зале? Почему вы не убрали их на склад? Чтобы покупатели этого не видели. Страха. А вот здесь виноград тоже списывает? Нормальный, обычный. А что вам плохой виноград? А то есть на одной полке и плохой, а то что под утилизацию у вас лежит, и хорошее? Ну, они все уже в плесени. Все ананасы. Тем не менее, лежат с обычным товаром. Ну, раз мужчина сказал, что сейчас уберет, надеюсь, уберут действительно до приезда участкового, чтобы это еще не описывать. Ребят, смотрите, сколько сотрудников. В каждом отделе по несколько реальных сотрудников. То есть, ну, мне кажется, можно следить за магазином, когда столько сотрудников. Так, рыбка, рыбка, рыбка. Я чую запах тухляка. Угу. Упаковано под вакуумом. Друзья, вас ничего не смущает? Мне кажется, или там воздух? Оп. Вот для сравнения такая же зубатка, только нормальная. Опять же, наверное, скажет... За что это за рыбы такая зубатка? Кажут, что не заметили, не увидели. И мне очень интересно, за что же все-таки товаровед написал заявление. Полицейский у меня спрашивает, за что вы напишите? Ну, вы дайте мне, а потом прочитайте. Интересно, она написала, что я испортил товар. Просроченный товар. Надеюсь, она добавила, что я испортил именно просроченный товар или что. И на камере зафиксируем, как она же его и купила. Друзья, кстати, заметили? Второй раз, мне кажется, они уже были в курсе, что у нас тухляк. И все равно продали, без проблем вообще. Магнит, получается, продает просрочку? Или они выбрали такой способ не конфликтовать? Что хотите, то и делайте. Продадим, потом сделаем возврат. Но заявление напишем. Они продают некачественный товар, но при этом на покупателей пишут заявление. Друзья, вспомнишь солнце, вот и лучик. Чего ты там... Блядь, еще одна, что ли, реклама? Ну не, ну ты вообще охуел. Не, ну ты вообще... Опять крипта? О, вспомнишь солнце, вот и лучик. Походу, все-таки в Дубае не так уж и легко. Живет, судя по всему. На крипте. Нынче. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тут разошло? Товар некачественный, просроченный приобрел. Вы их заказы вообще, вы его оплатили? Частично да. Э, бля. Частично что? Инкорректно. Какие товары? Вы сейчас течительные вывезли, может быть, у вас закражу. Так, там быковать начинает. А продолжение, я так понимаю, пока что еще нет. Ну, блядь, пиздц. Что ж, ждем тогда. Наверное, где-то через неделю. Вот. Блядь, я в ахуе, ебаный свет, блядь.